Субтитры создавал DimaTorzok Нет, это не все. Аспекты. А почему ты думаешь, что ты связана с Моной? Ты смотрела ее видео, выполняла какие-то ритуалы? Рассказывай, что было. Хорошо. Такое ощущение, что от меня холод был. Я думала, что холод, потому что они рассказывали, что они с другой вселенной. Я чувствовала тепло, свет. И у меня вообще один момент такой был, что я слушала сеанс с тобой, и вот твой голос услышала. И у меня такое ощущение, что такое что-то родное. Прям вообще родное, родное. Прям вообще такой момент был необычный. Когда я готовилась к первому сеансу, я тоже слушала какой-то сеанс. Ваш, Женя, тогда вы начали работать. Или что-то там про Мону было. Ну, по-моему, да. И вот мне пришло, что во время своего сеанса я должна передать информацию Моне о своем освобождении. Вот почему это, я не знаю. Но у меня такая реакция была. Я просто рыдала на взрыд. Я за рулем ехала, я просто рыдала где-то минут пять, я не могла остановиться. Почему-то у меня вот эта вот мысль, настолько меня она задела. Это ты так думала, да? Да, я так думала, я так чувствовала. А когда подходило время к сеансу, я думаю, ну, я с Мона никак не связана. Я не знаю, какой смысл мне это в сеансе озвучивать. Думаю, ну, если там как-то проявится какая-то связь с Моной, то я просто напишу там Тарасу, что передать информацию Моне о моем освобождении. А если нет, то нет. И у меня снится сон. Кто-то меня спрашивает во сне, что ты действительно хочешь оставить Мону там, где она есть? Я говорю, а разве я могу ее туда вытащить? Мне говорят, ну, каждая душа сама решает для себя выбор делать. Ну, поэтому я как бы решила, что, наверное, все-таки стоит озвучить. И вообще как бы во время нескольких сеансов, которые у нас с тобой были, она все равно, когда эта связь, она проявлялась. Мона иногда там как бы, ну, она была. И, кстати, в первом сеансе тоже там даже расторгала договор, который у нас между мной и ей был. Но что именно там было? Ну, что это был за договор? Какой у нас с ней там план соглашения что-то? Это как бы, как бы это уже не рассматривали. Я хочу это рассмотреть. И вот еще, знаешь, вот всегда, если вот когда ты, даже к тебе не обращаются, но ты слышишь свое имя, ну, там кто-то кому-то говорит свое имя, тебя вот тут дергает внутри что-то. Ну, это твое, ну, как бы это. И вот так вот, когда вот я слышу про Мону, меня именно так же дергает. Вот, ну, вот я не могу. Ну, вот почему-то, ну, вот чувствую, что что-то какая-то, как бы, есть связь. И я хочу это узнать наверняка. Вот тут просто вот наверняка узнать, узнать для себя, есть ли там какая-то связь, ну, есть ли у нас с ней какой-то план. И что я должна сделать, чтобы оно все шло по нашему плану, светлому плану. Вот мне так, я так чувствую. Я хочу знать наверняка правильное чувство. Хорошо. А помощников это все не вызывало, символов не делало? Ну, это уже из сеансов, это вот символ я ставила себе на телефон, и знаки там расставляла этим политикам на лбу. Ну, там очистка была, все тому подобное там. Ну, чтобы в войну ввязывались. Да. Это мы уже отменяли, и я отменяла, и как бы это вот. Ну, а так до помощников я не дошла, конечно. Туда я не влезла. Ольга, как насчет расторгнуть контракты? Все темные контракты, да. Все, что вылетит, все, как говоришь. А то эти демоны, они же прицепят, скажут, но не озвучиваются. Все контракты с антимиром я все разрываю, отвергаю, отказываюсь. Все частицы своей души во всех игректорах я все себе возвращаю. Весь свой творческий потенциал я себе возвращаю. Всю мою энергию, которая где бы она там не использовалась с антимиром, я себе все возвращаю в соответствии со своим эталонным эфирным ДНК. Я просто это проговариваю каждый вечер. Вот Виктория учится воедетировать. Я каждый вечер это проговариваю. Я восстанавливаю все свои связи со своим высшим я, с первотворцом. Я возвращаю все свои знания, память, все свои способности. Я это все себе возвращаю. И все, что блокирует меня от первотворца, от выполнения моей висии, я это все убираю. Все это просто со своего пространства вычищаю, убираю все. И вообще запрещаю все, что связано с антимиром, проникать в мое личное пространство. Все. При попытке проникновения сразу на уничтожение, на анигиляцию. Вот так. Это да. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь? Вижу белого цвета энергию, плотная, белая, густая, как азот. Считывается замораживающе. Находится по ментальной карте по отношению к человеку с левой стороны. Она такой массой какой-то. Как будто лежит. И тянется такая, как уже подключка. Ментально это соответствует сектору принятия решений. И такой толстый, как стекло. Считывается лед. Прям лед. Толстый. Такой экран ледяной. А за ним. Считывается это тоже слышу карусель. И какой-то вихрь пошел в глубину, вот так. За экраном зайти. Так, ладно, Виктория. Отсоединись от всех и всего. Да. Подомайся выше. На счет 3. Найди в эфирном пространстве эфирное тело Ольги. Ольга. 1, 2, 3. Теперь я вижу ее. Она вот так стоит. И этот экран держит. Он. Она его держит. Как будто бы положила его на правую ногу. И правая нога, так почерневшая, и она вот так как подпирает этот экран и чуть-чуть приподнимает. И там, где это оно приподнялось, там такой как плоский такой движение, такой черной энергии. И они вот так за этот экран устремляются вот как в сектор будущего, в сектор первотворца. А Оля вот так стоит, и его держит. Этот экран. Так, Виктория. Ну, давай сразу тогда считай Олю ее эфирное ДНК. Она ли это? Да, это она. Спроси у нее разрешение потрудиться с ней или для нее. Так, сейчас появился какой-то, какое-то лицо на ее лице, маска. Так, она сняла черная маска. Говорит, что она разрешает и показывает на... Эта черная маска кому-то принадлежит в секторе интерферентов. И показывает на сектор магии. А в секторе магии кто-то лежит и тяжело дышит. Вижу, как эта белая энергия, эта грудная клетка поднимается. Тяжелое дыхание. Так, кто это там лежит, приказываю ей отвечать, кто, кто это... Так, кто-то на накрыть саваном, саван. Как-то, как будто какая-то пелена, вот так лежит по грудь. Считывается как саван. Я приподнимаю... И вижу там, как мумия засохшая. Как она считывается? С такими огромными глазами. Но мне это очень больно на это смотреть, потому что это Мона. Оксана звучит, да? Ну, Оксана. Так. Так, ну хорошо, приказываю ей отвечать, почему. Что она делает в пространстве Ольги? Сейчас я вижу, как будто я зашла в квартиру. Вот так из-под потолка смотрю и вижу на кухне ходит, стучит посудой Мона и Илья. Она ему чай подает, они садятся за стол. В Илье чёрные энергии. И у Моны с правой стороны, вся правая сторона тоже чёрная. И какая-то шея, почему-то вот как в этой мумии, такая шея какая-то, как высохшая. И вот снова какое-то внимание идёт на шею. И вот эта ситуация в квартире, как она связана с тем, что Мона находится в секторе магии по отношению к Ольге? Я вижу, Мона садится на колени. А это в эфирном плане. Садится на колени. Келье? Келье, да. А у них как будто бы компьютер перед ними. И там такая паутина, белая паутина. А Мона вот так наклоняется. И вот что-то делает пальцем. Я вижу, как она этим пальцем там проводит, чёрным. И от этого через компьютер, вот так, как сквозь компьютер, как бы её этот палец проходит прямо вот к голове Ольги. Так. Что при этом происходит? Какое воздействие на Ольгу? Вдруг у неё какая-то кнопка включается. Мне это нужно. Как бы голос её. Это Ольги? Голос. Да, Оля. Оля, да. И она как будто бы что-то вот вспомнила, да? Всё бросает. И вот это мне нужно. И я вижу, она поворачивается в эфирном плане, как где правая нога. То есть это выбор, делает выбор. И это как что-то пыльное, какая-то старая. Она что-то вытаскивает. Очень пыльная пылью покрыта. Какая-то старинная, считывается, книга. Но когда она эту книгу вот так вытаскивает, она какой-то как кожаная обложка или ткань какая-то, вся в пыли. И она открывает эту книгу, и она вот так с одной стороны сияет, и там вырастает такое, как колокольня. Есть. Я видела Виталия. Такие колокольни длинные, старинные. Вот прямо я её вижу, то, что я видела. Я даже заходила, там это называлось, там такая маленькая церквушка, церквушка XI века. Вот я туда заходила, видела, как там, там и знаки Зодиака были. То есть то, что там говорят, что христианство было там какое-то чистое сначала, очень сильно сомневаюсь. Короче, и там такая вот вверх, это колокольня. Это как башня четырёхгранная. Так, где Ольга? И тут же она показывает, Ольга показывает голову. И у неё такая чёрная коса. Её кто-то вот так как бы потянул, и так бум! За эту косу, как бы она ударилась об этот пол. И вдруг я вижу внутри этой башни огромный зверь на ноги. Туловище такое, как полубыка какого-то, с рогами, с таким этим. И он... А Ольга лежит на полу. И отодвигается вот так назад-назад-назад. А её вот за волосы тянут. А волосы, когда я посмотрела, почему они... Эта волоса считывается настройка. Волосы как настройка. Как волновая настройка. Считывается волосы, считывается как гаджет. Улавливатель волн. И вижу, что тот, кто её тащит туда за эту косу в том пространстве чёрном, оно так разделилось, вот эта коса. И как знаешь, косу заплетают, а потом кончики такие. Они связаны резиночкой, а потом кончики этого волосиков, да? И кто-то делает манипуляции с этими волосами, с этими кончиком волос, которые с этой косы. И я вижу, что это кто-то делает как инструмент с этих волос. Типа какая-то домбра звучит, домбра. Музыкальный инструмент. Да, какой-то инструмент. Так, кто это интересно? Приказываю проявиться. Кто это делает инструмент, согласно физической ДНК, как мы и знаем, приказываю проявиться. Так, вижу бороду, чёрные глаза, шапочка и такой длинный плащ. Считывается колдун, колдун времени. Слышу Илья Монастырский. Приказываемо проявиться, согласно физической ДНК, на тот момент, когда он делал этот инструмент, приказываемо проявиться. Я вижу, что он в этой церквушке ходит, как хозяйничает там. Что-то он по этим заглядывает, там какие-то сосуды стоят, и он их открывает и закрывает, как крышки, как кастрюли какие-то. закрывает, вот так откроет, посмотрит, закрыл, открыл, посмотрел, закрыл. И вот это зверь какой-то огромный. Он что-то пробует там. Так, это мы звери. Я приказываю отвечать, что это или кто это. Он быстренько уменьшился, сел на стул, такой деревянный стул, такой простой, как будто бы очень простой. Стал маленький и говорит, что он хозяин Ильи Монастырского. Так, приказывай ему назваться, так как мы его знаем. Теперь он выречился вот так на меня, зубами, рот такой жуткий. И я ему приказываю отвечать, кто он такой. Он рычит, как длинный какой-то человек и морда такая злая. И вдруг он начинает изменяться, то у него крылышки прозрачные вырастают. Осчитывается демон власти. Слово такое звучит сейчас. Рагнарёк. Это что-то скандинавское. Так. Кто это? Когда бы так случилось? Что это значит, Рагнарёк, Виктория? Как это считывается? Конец, конец света. Какого света? Нет, конец тьмы. Осчитывается конец света тьмы. Википедия пишет. Рагнарёк или Рэгнарёк? Через А написано. Что? Через А. Википедия написано через А. Как гибель богов и всего мира. Это в Википедии написано. Так. Рагнарёк? Ага. Какая-то что-то с битвой связано в мифологии. Да. Да, оно что-то связано с... Я слышу. Конец. Конечный день. Конечный. Света тьмы. Так, света или тьмы? Да, кого именно? Сейчас я считаю. Не считаю, которые... Это джуха хранится. Рагнарёк, я слышу. Рагнарёк, четко прозвучал. Дух. Что это за дух? Я слышу. Я слышу. Кончины, дух, кончины. Мира тьмы. Связано с магией, да. А что такое мир? А мир считывается как... Управление, разрешение, помазание. Управление, отключение от истины. И я слышу от разумения. Тьма. Это вот это всё. Так же считывается вот этот фашизм, то есть убийство, пренебрежение иконами жизни. Дух времени. Он выглядит как это существо, как какой-то инсектоид, циклоп, всё вместе с крылышками, корявый такой, как сухое дерево, чёрная энергия, корявые все сучками, как будто бы поломанный. Так, я дата, он хозяин, хозяйничать, хозяйничать, надели. Да, это его господин, он так и говорит, что он его господин. Так, вот в той часовне, какая-то часовня, и вот этот человек, он ходил в эти кастрюли. Кастрюли заглядывал, большие-большие такие кастрюли. Ну, литров по 20, наверное, такие большие какие-то кастрюли, они стоят на таких плитах, три штуки. А там на полу, а потом связано с какими-то свечами, какие-то свечи. И вот там, куда прячется, вот пытается отползти Оля. Он приходит и свечой капает, и получается такое, как от этого парафина, пятно желтое. Так, что это ритуал, они какой-то там делают. Сейчас я не могу понять пока, что это такое сейчас. Оно выглядит так, что этот демон пугает. А имя Оли, он отзвучит сейчас, я считаю, эфирная ДНК, точно. Ну, что звучит, Ирина. Читаю, Виктория, эфирная ДНК, она леет. Да, я вижу ее лицо, это Оля. Сейчас я спрошу, почему она упала на этот пол. Почему-то считывается как металлический. Обычно пол каменный, а я смотрю, а он металлический. Ну да, там они металлический, раньше были плитами. Так, почему она упала? Она говорит, что ей нужно вот туда. И когда она показывает, куда ее коса уходит, она называет имя Рагнарёк. Месть. Месть. Так, хорошо. Для чего это и было нужно? Спроси у нее. Там я вижу какое-то существо, маленькое, с такими глазами большими. Выглядит как такой человечек, но хвост как у рыбы. Так. Она устремляется к этой... Идет как девочка, к этой девочке. Да, она говорит, что это ее малышка. Она там внизу на... А кто это девочка? Что ее эфирная дынка? Вижу, у нее подключка черная к пупку идет. Она как распята лежит. И тоже такая очень худая. Эфирное пространство ее вот так растянуто. А во рту кляп. Она головой мотает туда-сюда. Кудрявые волосы. Голова кудрявая. Считаю, Виктория ее эфирная дынка. Знаем ли мы ее? Да. Я увидела фотографию. Сейчас я считаю. Фотографию, как Оксаночка была маленькая, Мона. И было годика пять. Кудрявая. Белые волосы у нее были тогда. Мудрый. Сейчас я считаю. Да, это она. Спроси Ольге, почему она ее называет малышкой? Она показывает, что она была беременна. Она показывает, что это ее ребенок. Она показывает вот так живот. А потом он раз и уходит туда. Считывается погибшая заживо. Все, по-моему, заживо погибают. Она погибла заживо. В какой момент, Виктория? Я вижу, что это какие-то роды идут. И вижу, как этот ребенок рождается. Она удушилась. Она родилась мертвой. Это мать Ольга, получается? Да. Это Ирина, как ты считала? Да, да, да. Так. Родился мертвый ребенок. И я вижу, что в тот момент, когда она родилась, вот голова вышла. И сразу вот эта подключка такая, как хлыст такой. Хвать ее за шею и утушил. Так, а что и хлыст этот приказывает проявиться, хозяина этого хлыста? Они пытаются все время смазать информацию и спрятать. Я этот хлыст рассматриваю, а этот пытается спрятать, вот так его придерживает. Это хвост вот этого демона, Рагнарёк. И снова я слышу, он украл месть. А что это за месть такая? Связка бытия и разума. Сейчас я отвлеклась куда-то, сейчас важно было бы посмотреть. Посмотришь. Какое отношение, какое решение Ольга приняла в этой ситуации? И что она может сделать? Потому что я вижу, что она хочет этому мертворожденному ребенку подарить жизнь. Я вижу, как ее желание, как этот ребенок рождается и переходит как ангел с крыльями. Я передаю. Давай посмотрим, Виктория, зацепку. Почему Ольга допустила, что этот ребенок родился? То есть не смог родиться. Он родился. Только мертвым родился. И я вижу эту зацепку. У Оли на шее тоже такая петля. И оно считывается, как вот этот хвост. А в секторе магии, снова я слышу, Рагнарёк. И это сущность. И этот ходит пастор или кто-то такой. Он в черном как-то. Он одновременно считывается и как служитель культа какого-то. И как колдун. Он находится в секторе магии. Приказываем отвечать. Какую магию насилие он делает на долгой? Приказываем отвечать. Я вижу. Я вижу, как он ей одевает монашей. Я слышу, монашей постриг. Одел черное. Вот как будто бы вот так сверху одевает это черное платье. И там такие белые полосочки. Где-то вот так здесь на шее. И где-то еще мелькает белый цвет. То ли на шее. Как воротничок такой. Он одел ей это платье. И как-то вот так детали. Вот так раз. И там как-то произошло, как ткань стянули в одно место. Где позвоночник сзади. Такой складочкой. Складочка на складочку. Вот так. Типа большеватое платье было. Вот. И в этот момент она вот так смотрит и показывает свою правую ногу. А на ноге образуется такой металлический башмак. Очень большой. И он такой, как лыжа. И она как только он появился у нее на ноге. То есть это решение ее. Я слышу постриг. У нее как будто бы волос нет. Под этой платок или шапка. Что-то такое. Вот. И она скользит. И сразу она вот так шух туда вниз. Сейчас она скользит. Да. Это предшествовало. Потому что дальше, когда она поскользила, то я сразу вижу, как она упала. И как зайки волосы ее схватили. А голова такая лысая. Что женщин стригли? Конечно. Это же тоже ритуалый солдат стригут, чтобы память им отшибла. Генетическое. Вот это значит, первое это решение ее было на подстриг. Так. А второе решение, когда вот это ее схватили, да? Что это в этой башне, которая? Что за ситуация? Это все происходит в этой башне. Все. И одно, и второе, и одна, и рождение этого ребенка. А чей же этот ребенок, интересно? Кто отец? Так вот оно что. Я вижу. Я вижу, какая-то ситуация. Я просто не сказала, а то мне там пишут, что я какая-то вульгарная. Ну ладно, пусть буду вульгарная. Короче, когда вот я видела, как Мона села на колени этому, Ильету, извиняюсь за подробности, она села на такой этот пиндер. Угу. Так. Я сейчас посмотрю. Да, это ее отец. Угу. Да, все как блокбастер. Потому что, когда я смотрела с кем, то я вижу, как он считывается по золотяйце к Ирине Оле. Он так ей рукой, вот этой тыльной стороной, вот так проводит. А потом у нее живот растет. Угу. Так. Виктория, а что за инструмент они там делали с ее волосом? А это не они делали, это уже в эфирном пространстве, там вот эти, этот Рагнарёк, и нужно смотреть, кто интерференты, потому что оно вот так выглядит. Это вот происходит в этой часовне. А там есть как вход, вот такой, он так перекручен, и такое пространство уже считывается как антиземля. А что это за антиземля? Сейчас я посмотрю. Угу. Так, хорошо. Да, Виктория, как бы с конца начнем. Что вот это последнее было событие в этой башне, где эта Ольга лежала? Да. А не, там зверь с чана что-то нюхал, что это было за событие, что происходило с эфирным телом Ольги. Ну, я вижу, что вот этот колдун, он с этих чанов что-то, ну, как пробовал, а потом она лежит, вот так, опирается, как бы боится, а он ей дает с этого черпака большого напиться. И когда она это сделала, напилась, это... Сейчас я посмотрю, что это там такое. Угу. А когда... Сейчас я открою этот... Посмотрю, что там. Я вижу, что когда я открыла эту крышку, я быстро ее закрыла. Угу. Там много... Глаза смотрят. А эти глаза, они от сектора интерферента уходят. Там эти программы, оно считывается как чары, то есть какой-то... Форматирует сознание, что-то... Ну, программа, да? Что-то, да, что-то оно с колдовством связано. Посмотри, Виктория, как это, что выпила Ольга, как подействовала на нее? Да, я вижу, что появилась вот эта белая программа, такая густая. Как жиженый этот... Не слышу, азот, да. Как свойства этой программы? Крио. Заморозка. Заморозка. Я вижу, замораживается. Вот снова появляется Мона, как лежит в секторе магии. И с этой... И на нее так все замораживается. И вуаля допускается. И снова вот эта завязка, снова Мона садится на колени, и снова палец тянет, и снова к решению. То есть получается, вот оно как заезженная пластинка, одно и то же. Идешь туда, приходишь в ту же точку. Идешь туда, в ту же точку приходишь. Хорошо. Вот когда она вот это выпивает, кроме этой программы, азота, Крио, что еще? Воздействия какие произошли? Я вижу у нее, как будто ее потянуло за шею. Это тоже связано с этим посвящением. В культ. Какой-то культ. Посвящение в культ добря. Какой-то язык звучит. Добря, это точно я слышу. Добряги или что-то такое. Понятно что. Потом проясница. Да, и ее вытаскивает, вот как бы соединяется она с этим демоном власти, с этим Рагнарьком, и он ее утаскивает в портал. То есть я вижу, что там подписание контракта было, когда она, образно говоря, одевала это монашье платье. Вот это культ. А культ считывается света. Пульт света, но не первоисточника света, а света, которая излучает вот эти глаза, которые варятся в этих чанах. Так, хорошо, спроси Ольга. Вот это конец света, это как раз и означает конец этого ложного света, который дает как бы антимир. То есть эти знания якобы, которые на самом деле не знания, а познания зла и смерти. Хорошо, видит Ольга этот момент, когда она приняла эти программы? Она видит, она видит, что когда она, вот ее этот момент продажи души, согласия, когда она вот как бы беседует с этим, а на самом деле с этим Рагнарёком, с этим демоном, а с этим мужчиной, который там. Колдун. Колдун, да. И она, он проводит ей вот так по лицу, рукой, а она все равно соглашается. Ну что она соглашается? Ну что она соглашается? Она считывается как на зов Рагнарёка, на свет, и звучащий чему, и идет все вот в нижний портал оттуда. Так, вот этот контракт, который она подписала при посвящении в этот культ. Давай посмотрим этот контракт, пусть она его достанет, покажет. Я слышу. По этому контракту она родила Мону. Какой-то... Слышу. Мону, Блиц. 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 Что это означает Блиц? Сейчас я посмотрю, что это такое. Она подписывает контракт. Так, а кто в те стороны, что она говорит, что она больше и не увидит? Приказываю всем сторонам контракта проявить согласно их эфирных ДНК встать по старшинству в линию. Я вижу, как этот дух Рагнарёк его подсаживает. Так, существов разноцветных, больше синей одежды. Я его со спины смотрю. А из глаз у него лучи идут. Он на меня так обернулся. Хотел как этими... Этими лучами. А я поднялась быстро вверх. А у него крылья под этим плащом. Он как муха. Он волосатый, пушистый такой. Противный. Он еще раз поран. Это как муха. Подожди, кто же это такой? Коричневого цвета. Рагнарёк. Это как... Он тоже считывается Рагнарёк. А вот этот черный Рагнарёк, он его как подсаживает в другое пространство. Это коричневый, такой как коричневая муха с глазами. Лапы такие. Так, это черный, другое, да? А этот черный... Это как сила разума. Этого... Это многомерное существо. Или программа. А этот... У него где сердечная чакра? Там вход такой. Так, кто это такой? Черным этом приказу отвечать. Кто он такой? Истинно приказываю отвечать. Дух. Дух колдовства. Этот Рагнарёк, это дух колдовства. Конец считывается как какое-то остриё. Конец света. И так сразу идёт тюмы. Света, тюмы. А вот эта коричневая муха... Угу. Она считывается. Рагнарёк, фашизм. Это тоже программа. А я на неё смотрю, и оно такое было страшное. А теперь оно сдувается, и делается таким, как будто какая-то внутренняя насть оттуда уходит. Ещё ниже там есть пространство. Так, кто хозяин этого Рагнарёка приказывает проявиться в соответствии его эфирным ДНК в его пространстве? Кто-то бьётся головой с рогами. Приказываемо отвечать, кто он такой, как мы его знаем. Это тоже, вероятно, дух, да, программа. Считывается ревность, и вот это сейчас слово прозвучало, сейчас я вернусь. Месть. Угу. Так, кто хозяин этого Духа с рогами, приказываю хозяину, самому главному, проявиться в его пространстве согласно его эфирным ДНК? А, какое-то прозрачное ледяное существо сидит, как будто бы чай пьёт в развалочку. Так. Почему-то идёт лень. Так, приказываю называться этому существу, так как мы его знаем. Эта программа, это духовная составляющая антимира. Антимира, антимира это сознание, его не существует, его нет. это сознание духовного существа. Угу. Его на физике нет. Ничего там нет. Там нет ничего. Это пустота. Да, непонятно. А мне всё понятно. А что тебе непонятно? Сатана-дьявол, он никогда не был воплощённым. Он просто через свои вот эти рога, так называемые, то есть эти мысли, искажения, он проявляется в духовном плане через программы. Он как бы заражает всё пространство его духом. Его духом ревности, мести, лжи, обмана, магии. И уже существа воплощённые реализуют его желания. И вся реальность физическая, проявленная, она касается только этих существ, которые воплощены. А у него сильное желание, у него просто ярость воплотиться, то есть воплощать и воплощать его в вот эти программы негативные. Он движется вместе больше ничем. Так, вот это мог самому главному приказу проявиться в его пространстве согласно его эфирным ДНК. Так, ну, пусть называется, как он называется. Приказываем отвечать, как мы его знаем, его, да, кто он такой? О, у него мания величия, он говорит, сколько-то там, 200 с чем-то там, 90 с чем-то божественных имен. Снова я слышу Рагнарёк. ЛЦИФЕР. Понятно. Короче, ЛЦИФЕР. Да, это он бросил такую как глыбу какую-то каменную. И в этот момент, когда он это бросил, то, Люцифер, то это имя прозвучало в этом экране, которое Оля держит, и она вот так, он, этот экран ее как обжег, потому что там такой свет, внутренний свет отраженный, не живой, а мертвый. Хорошо. Посмотри, Виктория, у этого и ЛЦИФЕР, есть ли частички души потенциал, Ольга? Я вижу, что у него в сердечной чакре два считывается как глаза. Так, с чьей-то глаза? И они тянутся прямо вот так как в сектор первоисточника через ее пространство. Оно считывается ее и ее имуны. Но почему в сердечной чакре два глаза, оно буквально два глаза, и тянутся в сектор первоисточника, и когда я сюда пришла, то я вижу какие-то приготовления идут, как будто стол накрывается, тоже звенит посуда. только все в белом, там такое белое торжественное. Так, что это за ситуация, Виктория, кто там присутствует? я увидела там лицо Оли и Мона. Они вместе там сидят, обсуждают вопрос. Какой вопрос они обсуждают? Я вижу, как Оля показывает такой большой экран. Вот так рукой повела, и появился вот этот экран. Когда я смотрю, я слышу Рагнарёк. И Оля вот так своим пальцем раз, когда в этот экран тыкнула, то сразу такая подключка проросла в антимир. И сразу её за волосы как бы выдрали косу. Так, сейчас я спрошу, что она делает. она говорит, что она планирует своё зачатие. Мой первый опыт, говорит, воплощённый опыт. Да, она говорит, в сфере вильзевула. вот этот шар, сфера почему-то видишь. Так. Асмоны, что они разговаривают. Но я вижу, Оля, вот так показывает живот, что она беременная. Будущий проект. Я вижу, как Мона через неё, вот так как бы живота, через этот экран, вот так туда уходит. И слышу Рагнарёк. И вижу снова эту картину, как рождается ребёнок в этой такой пуповине, не пуповина, это такой, как мешочек. И ребёночек мёртвый. Вода вокруг чёрно-зелёного цвета. и такая, да, она тогда умерла неродившимся ребёнка. Её душа прямо вот так с этого момента, как она родилась и умерла, вот так душа как-то и ушла. Вернись от девочки. Вернусь в этот момент, когда они там за столом сидели, Монос Ольга разговаривала. Да. Спроси у Монос, почему она решила допланировать вот так родиться мёртвой. С какой целью она это решила? Вот она обернулась на меня, я вижу, она сидит как такая большая муха. У неё много ножек, мушиных таких тоненьких и такие огромные глаза. Сейчас я до того, когда это всё. Да, когда она ещё только решила это. Она говорит, что она приняла карму какого-то бесоблуда. Так, что это за карма? Как она образовалась? Она показывает вот этого пиндера, который проявился у этого Ильина, которая насела, который прячет это существо под синим плащом. Это Люцифер, дьявол. это значит, приняла карму. Да. Так, а в каком моменте? То есть, когда это было событие, когда она приняла эту карму? Я вижу, что когда происходит соглашение на контракт, соглашение на воплощение, то эти души, они уже как бы имеют все эти программы, потому что все будущее, настоящее, все вместе. и когда они только в мысли своей согласились, оно сразу к ним это все и прицепилось. И вижу, как эти программы, как муха, ножки, лапки, это все такое пушистые. Вот. Так, выталкиваемся туда-обратно. Выталкивай, очищайся, Виктория, поднимись выше. Так, когда договаривалась Ольга и Мона, что никакой контракт или договор не заключает. Мона говорит, я родюсь у своей мамы. То есть, когда смотрю на Ольгу, я слышу Ирина. Ирина. она говорит, что Ирина говорит, что она пойдет проторенным путем по пути согласия. на каких условиях Мона соглашается родиться? Ну, я вижу, снова идет вот это, слышу, как она рождается, туда отделяется душа, попадает в какое-то пространство. Слышу Рагнарек. Согласилась родиться мертвой, попасть в это пространство. Монара согласилась стать, принять карму. И стать вот как этими глазами в этих чанах. Стать как светом тьмы. То есть, я слышу распространять ложный свет. А спроси у нее, зачем ей это нужно, с какой целью она это распространяет, какова ее конечная цель? Мне идет, что спрашивать некого. здесь в этом эфирном пространстве находится только ее вот эта засушенная мумия. То есть, живых частиц тут нет. Я как будто бы подняла, посмотрела на эту вуаль, закрыла. А там все такое высушенное, как нет жизни. Давай вернемся в тот момент, когда они только планировали в этот моменте. Сейчас я поднимаюсь еще с ними, они вот так как все прокручивается, как будто бы летят, только все как кино прокручивается назад, и они поднимаются еще выше. Я переношусь в тот момент, когда еще не было вот этого зла. слышу, что не было демиурга, не было какой-то зачаток есть уже. Вижу зачаток зла, который как жало направлен в сектор первотворца. Идет приготовление, и вижу какой-то вот этот маг-колдун, он считывается как творец, творец божественной реальности. вот этот снова бросился на меня с этим оскалом звериным. Да, этот дух. Духовные существа творят духовные вселенные, то есть они непроявленные, они фактически матрицу готовят. А кто вот этот творец божественной реальности маг-колдун, кто он такой? Вижу лицо Ильи и он как будто в Сталине встал. Это тоже какая-то душа была до того? Да, он был творцом. Так, и моно в этом событии. А когда он был, он черный. А моно идет от сектора первого творца. Она идет вот так, как идет, и вокруг нее как свет такой. Она так спускается вниз. Ну, это их какие-то отношения. она спускается в эти пространства. Ладно, Виктория, давай тогда посмотрим вот этот разговор моно с Ольгой. Какое Ольга участие принимала в этом контракте? Вот я вижу, она говорит, я рожу тебя, ты родишь меня. Интересно. Да. Так. А кто, что это вообще за контракт? Давай посмотрим. Он раскладывается как книжка-раскладушка. Гофрированная такая. Огромный лист такой сложенный. и он вот так тянется вот и слышу Рагнарёк. Он вот так тянется вниз и там его удерживает. То есть этот лист нельзя расправить. Он так как закреплен этим черным пространством считывается Рагнарёк. Конец времени. так почему он запечатан то есть закрыт эта часть кто имеет право эту информацию раскрыть. Ну это ничего я не вижу чтобы происходило я вижу что оно так держится там как будто чтобы его защемило. Так сейчас я посмотрю что там удерживает. вижу что беременная женщина и ее как будто бы вот так она как скользит по какому-то и просто в сектор магии скальзывает как в портал это Оля это наверное вот этот контракт на подстриг Виктория является зацепкой ну да связь есть ну хорошо пусть Ольга видит вот этот ее решение на подстриг она видит и она показывает вот голова такая лысая косатка длинная она ее вот так берет сейчас и перебросила наперед в каком-то таком платье уже не постриг а платье хорошо хочет ли Ольга хочет ли Ольга отменить ее решение посвящаться в этот культ идти на постриг да что-то с добром связано добро т.д. что-то дальше я вижу как она эту руку которая ее вот так погладила хватит она такая корявая с такими когтями и она ее берет и отрубает эту руку когда она отрубила эту руку этого голдуна то эта рука превратилась как в голову я вижу картину такую сейчас вижу как эта девушка у нее как сарафан какой-то вот на брителях такой и она качает вот оно что она качает вот добрыня она качает люлечку и приходит добрыня в дом такой заходит это она выбрала другой вариант развития событий пришел такой ее муж кудрявый светлый волосы светлые кудрявые как солнце светится берет эту девочку маленькую подбрасывает ну играется я передаю Ирине Оле в том воплощении чтобы она родила своего ребенка чтобы она выбрала своего мужа ее родственную душу и родила чистого божественного ребенка и когда она это сделала то в высшем проявлении души у Моны металлический живот отпал где она Олю родила я слышу мертвецом то же самое произошло я вижу что нерожденный мертвый ребенок он сразу попадает в эти пространства подчинение Вильзевулу демону власти и фашизма потому что это высшая степень предательства убить душу которая не может защитить себя то есть беззащитного хорошо пусть Ольга приказывает интерферентом этим духом магом забирать все их воздействия последствия воздействий отдает им все их чужеродное и забирает все ее частички души потенциал я вижу как комната и вот где она там сидела у Ильи на коленях то вот этот экран куда она руку палец засунула этот экран начал вот так к ним и вот этот символ их как паутина их как сетка захватила и утащила вниз и я вижу как Оля оборачивается и вот это так смотрит и такие символы как крест и вот это крестить как знамение креста христианства вот это к ним возвращается к Илье Оля поднимается вверх поднимается вверх и заходит в пространство я слышу жизни где высшие аспекты где сектор миссии и видит что мона там она выглядит замороженная как будто бы вот так издалека по ней так чем-то киданули топором или чем-то острым и как пригвоздили и вот она там есть так а вот этот контракт Виктория который был защемлен что с этим сейчас контрактом он освободился это вот раз нет не освободился это вот связано с решением моны я слышу с ее умерщвлением я передаю Оле чтобы она передала Моне что она жива что она родилась живым ребенком пусть она посмотрит я вижу как Оля берет этого ребенка и вот так Омона вот так лежит как без сознания а Оля берет и этого ребенка вот так ей в голову через голову вставляет сейчас я посмотрю проверю что это за ребенок и я говорю чтобы Оля с этого ребенка забрала все ее энергии все свое ДНК и отдала Моне только информацию и только то что Моне принадлежит и в этот момент Оля вдруг потому что я вижу как-то странно оно все низко происходит вот как мне помогает эта ментальная карта все распознавать и Оля в этот момент собрала ее энергию и так шок поднялась высоко ушла а Мона осталась вот в этом пространстве я передаю Моне что ее живая божественная душа она жива чтобы она посмотрела что она живая пусть она если хочет то возвращается к истокам жизни я вижу как это от ребенок в Моне как будто бы внутри начинает так я слышу прозревать он вот так как-то проникает как одевает вид ребенка это свет такой считывается как жизнь как кон жизни и вижу как через ее глаза такие как иглы выходят и выталкивают эти шары и вдруг она просыпается и видит что она муха колдунья вот я ей передаю информацию о наших сеансах и о том алгоритме как она может освободиться что ее божественная воля выбирать жизнь никто не имеет права ей ни в чем мешать да если она хочет пусть она воспользуется своим правом жизнь и свободой воли коны божественной божественного всесвяту защищает каждого передай информацию кто есть кто кто такой илья кто такой бюцифер все опыт который мы получили если она хочет если она хочет принять давай ей передадим я вижу там где она и была как распята плоская ее энергосфера она обретает форму уходит там где вот это она родилась с этим мертвым ребеночком на это они и зацепились вот почему пропаганда пропаганда идет аборта в убийстве детей и все такое она поднимается вверх я вижу как эти коричневые энергии мухи лохматые уходят я передаю оле чтобы она очистила все ее пространство и все наше общее пространство и мы тоже очищаем и распространяем свет жизни гармонии процветания и вижу как оля в секторе миссии вот так она тоже там как будто бы посуда и она вот так что-то делает сейчас я посмотрю что она делает она как будто бы таким тесаком что-то ощущает а там вот это как символ этой часовни и она ее так по частям шух 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 вот и буквально считывается что сбрила и когда она вот эти информации как ледяная эта часовня была она это все этот лед стесала и засияла книга и в этот момент у нее появились волосы на голове развиваются вот такие волосы и она берет эту книгу и вижу она берет эту книгу большая сияющая книга в эфирном пространстве моно все равно там лежит полусидит полу лежит вот так как она так отползала знаешь вот так назад вот в такой позе и моно там лежит контракт вот этот посмотрим да сейчас одну секундочку Оля показывает ей прямо как бы на лицо положила эту книгу считывается книга жизни и вижу как это лицо такое как мумии было сухое засушенное безжизненное начинает оживать и жизненные силы возвращаются ему она вот так смотрит на себя а у нее руки становятся сияющие и потом вот так в груди засиял вот сияние пошло и ниже ниже буквально тает и такой ручеек потек информация побежала и вижу так пух она как вырвалась как ногами как будто бы оторвалась от этого вот там где ее держало это и она взлетает как ангел летит она считывается как как любимый ребенок все свету и она летит она освободится и вот это какой-то троичный контракт видишь где завязаны трое сложные контракты но любовь покрывает множество изъянов множество грехов и ошибок и именно любовь материнская вот растопила этот лёд так контрактов посмотрим так нет контракта все уже ну хорошо пусть Ольга полностью очистит ее приказывает всем интерферентом магам насильникам забирать все их не воздействие их не руками призывает силы кармы и забирает все ее частички да я вижу как этот колдун он заглядывает в эти кастрюли открывает их а закрыть уже не может вот эти глаза с этой черной водой это все на него вот так на наваливается он считывается как увлек от истины то есть он как увлекающий божественные души срывающий с небес он как начало и как конец то есть рагнарёк это как армагеддон это как последняя битва и вот несколько дней назад я просто вдруг как открылось мне пространство где я четко я тебе рассказывала увидела как маги воюют с богами боги силой своей мысли и осознанности а колдуны колдовскими методами эзотерическими разными штуками ритуалами знаками символами помощниками и так дальше какими-то учителями ложью короче хорошо пусть ольга поднимается вверх так сейчас я посмотрю что это у нее такое происходит она как полетела вверх у нее крылья и какие-то лучи такие как радуга разноцветные вот так сзади там где этот поправил ей платье оттуда такие два луча пошли как радуга разноцветные я вижу она снимает этот это платье вот так снимает это платье и я вижу как это зверюга пожирает это платье этот символ подчинение дикой власти да я вижу она снимает эти импланты ей передаю чтобы она отказалась и вот эта часовня которая вот стояла она вот так согнулась черная превратилась в черную и ушла Ольга идет вверх с маленьким ребеночком на руках и вот так убирает от нее такие черные подключки я передаю оле чтобы она очистила все ее пространство всех ее детей во всех воплощениях и и распространила свет от нее вот так свет идёт такой волной по всем ее пространством все что касается ее рука ее разум пусть наполняется светом гармонии жизнью да сделает хорошо да как она сейчас выглядит виктория посмотри у нее вот так разноцветная аура как радуга там еще это еще не все там еще какой-то этот то ли добрыня то ли вот какой-то мужчина там есть и добро добро что-то что-то между ними какие-то еще зацепки крючки есть не вижу не показывает просто мне пришло вдруг ни с того ни сего что тогда еще было как бы убийство добрый вот это добро добрыни так как то это добрыня давай спросим его кто он как мы его знаем знаем ли мы его в этом воплощении сейчас сейчас пока не проявляется хорошо так давай через ольгу передадим его если он хочет ему передадим информацию о наших сеансах алгоритмах освобождения если он хочет принимает он ну его я четко так не нашла как в ее пространстве как информация о нем а его самого я не нашла он вот там был я его видела а сейчас это как считывается ее информацию он ушел из бытия его нет я скажу что он воскреснет интересно что означает воскресенье как интересно не родится я вижу как из высшего пространства он вот так опух и раз проявился а когда это будет на физике который может считать сколько лет до этого момента так вот там где он проявился он вот так как-то загнул один палец 2 говорит много и он они более 20 лет у ли но с уверенностью сказать так сложно но она меняется видимо не знаю два пальца вот так загнул говорит много и он говорит что его час еще не пришел говорить что не покаялись все еще не покаялись он говорит что мир и ждут раскаяния человеческого и он говорит рагнарёк умрет ну хорошо тогда прощаемся с добрыми до увидимся векторе вернись к эфирному телу ольги да она светится изнутри идет такой как такие лучи разноцветные как радуга хорошо спроси тогда ольги все ли мы сделали для нее на этом сеансе она говорит что добрались до главного и снова показала как она разрушила эту башню и также она говорит что улечили лыжица там что-то еще должно проявиться там еще какое-то насилие по отношению к этому человеку но он считывается как добр и такое впечатление вот так издалека как идет информация что вот этот колдун он убил этого добрыню то есть человека проявляющего добро а сам как бы отдел его энергию что ли славу то есть это как основа его этого анти миров ского света то есть вот это лучи этой истины этой души но он снова когда я это смотрю я хочу его где-то найти в нашем пространстве но его нет я снова слышу ушел из воплощения то есть он не остался он свободен интересно может ли он забрать его энергии которые его энергии тут нет я что говорю что нет поэтому я его и не могу найти а что нацепил этот после убийства что это информация какая-то осталось сейчас я хочу посмотреть но не ничего не идет идет только нет идет вернее идет вот так он говорит что он ушел из воплощения и он находится в секторе миссии вы там какие чистые свободные души отдыхают его энергии тут нет то есть он свою душу забрал ну ладно что-то ольга хочет для него сделать еще она его называет своим другом и высшим я вот и ну что это ее целостность это ее мужская половина она отказалась от этого дьявольского уже принесли приняла вот этого колдуна и поэтому она соединилась как стала целостной потому что это на уровне духа все происходит то есть дух это как направление ума которое побуждает человека конкретным действием ну одного к добру другого козлу то есть дух духовность бывает с двух источников духовность чистая божественная которая проявляется в защите конов творца конов жизни истины и наоборот духовность низменная демоническая которая проявляется на физик уничтожением жизни пренебрежением кланов дворца ложью агрессии ну ладно виктория возвращается к эфирному телу ольги спроси еще раз все ли мы для нее сделали на этом сеансе да все я вижу что мона там в эфирном пространстве у первого творца она жила и читает эту книгу а ноги у нее еще такие вытянутые как рыба прямо тянутся в сектор интерферентов считывается да что вот это хвост этот это символизирует слышу отстала от эволюции от жизни отстала от жизни а вот оно что символизирует очень интересно это как самолет летит от самолета остается только хвост хвост таких же говорят хвост след и я вижу что хвост у животных это тоже символизирует как дикость первобытность я слышу и неспособности руководить полностью то есть животное как а зависят от человека точно так когда человек зависит да от программ они от своего разума то у него на эфирном плане как хвост этот вырастает то есть он становится как управляемый как сказать бесхозным то есть им управляет каждый каждой программа до подчиненный до добрый викторий шум подсоединяющий все пространство поля вся светится разноцветным цветом как радуга если она хочет пусть она эта информация и и освобождение передаст команда хочет или оставить свободном доступе она тут побыла побыла я с ней поговорила почему у нее идет такое разделение энергии я ей передала что она может гармонизировать все ее пространство и она вдруг такая вспышка произошла пух и она уже проявилась в другом пространстве более высоком и до энергосфера правильной формы я передаю чтобы она избавилась от всего чужеродного очистила ее генетику распространяла свет по всем ее пространством по всей духовным каналам возобновила связь с ее душой первоисточником первого творцом жизни гармонии процветания она да она вот показывает как она снова снимает эту штуку из головы как этот платок и шапочкой говорить что она сняла обузу понятно добро молодец так если она хочет пусть оставить эту информацию и освобождение кому хочет прощаемся тогда с ольгой да благодарить хорошо виктория отсоединяйся от всех и всего да поднимаемся максимально вверх проверяет его личное пространство очистить открываем портала да все чисто наполняемся энергией жизни любви гармонии счастья процветания посчитаю который от одного до трех ты выйдешь в физическую реальность есть тобой разговоры и больше чувствовать великолепно один два три возвращайся и и Продолжение следует...